О, четвертая стадия сложная, зависните, говорили они, не зависли, не зависнешь и ты, ведь вот он, наконец-то очередной гайд по рейду «Последнее желание». Привет, Страж, рад снова видеть тебя на канале Трипл Вайп, меня зовут Джонни Лейни и давай разберем еще один этап нового рейда «Хранилище». Многим этот этап показался непростым, однако сложность тут только в координации и четком запоминании механики. Опять символы, Джонни? Да, опять символы, но давай по порядку. Как и всегда, сначала рекомендации по оружию и классам. Дробовики, симулянт и любые ульты, помогающие чистить мобов. Колодец Варлока тут не понадобится, а вот стрелы ночных охотников, молотки титана или новый арковый луч Варлока, вполне. Вообще, делать гайд по этому этапу, наверное, сложнее всего, но я попробую. Теперь давайте разберем командные действия. Заранее для самых умных дисклеймер. Это то, как проходили мы. Прошли такой тактикой менее чем за 40 минут, при том, что никто из команды до этого на этапе не был. Любые правки и замечания к тактике остаются на ваше усмотрение. Делитесь на две тройки. Три человека будут заниматься основной отработкой механики. Бафы, релики, знаки, кнопки, все вот это любимое. Вторая тройка занимается задачей попроще, но не менее важной. Чистит мобов. Их тут дофига, но основной геморрой несут за собой рыцари, про них чуть позже. Ну, погнали. Три человека встают на платформы и начинают энкаунтер. В этот же момент появляются мобы. Остальные игроки, которые не на кнопках, чистят их максимально оперативно. Что делают игроки на кнопках? Перед вами в центре стоит причудливый механизм, на котором отображаются три символа. Вам нужно поочередно назвать, какие символы как расположены. Как это происходит? Для начала давайте назовем каждую из трех сторон коротким и запоминающимся именем. У нас это были дерево, камень и центр. Как видите на записи, я стою на центре. Дерево слева от меня, камень справа. Загораются символы. Я первым называю символ, который расположен в центральном круге. Например, огнедышащий дракон. Следующий игрок справа говорит, да, есть огнедышащий дракон слева. Это значит, что у него такая картинка расположена в левой ячейке. Тут же этот игрок называет свой центральный знак. Например, двухголовый змей. На эту инфу откликается следующий игрок, то есть тот, что у дерева. Есть двухголовый справа, то есть в правой ячейке. И называет свой центральный, например, птица на ветке. Эта инфа о последнем знаке предназначена для игрока на центральной платформе. Однако мы за ней не то, чтобы прямо внимательно следили. Зачем все это? На этапе существует два бафа. Полусвет и полутьма. Полусвет – анумбра, полутьма – пенумбра. Каждый заход вам нужно выявить с помощью знаков, на какой кнопке какой баф активен. Если я, центральный игрок, называю свой центральный знак и у второго игрока он расположен в левой ячейке, это значит, что на его кнопке баф полутьма – пенумбра. Если названный мною символ в правом круге, значит на кнопке второго игрока полусвет – анумбра. Вполне возможно такое, что у нескольких игроков одновременно будет полутьма или полусвет, так что будьте к такому готовы. Итак, разобрались, на какой кнопке какой баф, и теперь с кнопок можете сойти и помочь почистить мобов. Примерно в этот же момент две из трех сторон закроются черной завесой, а на оставшейся открытой начнут спауниться мобы. Следите, чтобы в открытую зону не зашло несколько игроков. Туда должен отправиться один из игроков, который стоял на платформе. Заранее обговорите очередность. Зайдя в зону, игроку нужно найти и убить одержимого капитана с огненным щитом и подобрать с него релик. Стена закроется за игроком и откроется другая. Игроки, оставшиеся на центре, должны четко назвать, какая сторона открылась. В зависимости от того, какая названа, игрок с реликом должен выбегать через левый небольшой проход или через правый. Задача сделать это максимально быстро – выйти игроку с реликом на центр и вбросить его в одну из платформ. Какую именно? Смотрите по релику. Когда вы его подберете, слева будет написан баф. Либо полусвет, либо полутьма. Помните, на какой кнопке какой баф определился на этапе с символами? Вот туда и заносите. Тьму в тьму, свет в свет. Подходите на кнопку и нажимайте кнопку гранаты L1. Все, теперь все двери опять меняют положение. И следующий игрок бежит встречать капитана и устраивать забег с реликом. Самый важный момент для игроков, которые в это время честят мобов на центре. После того, как убьют капитана, что принесут релик, с любой из сторон появляется и бежит на центр очень мощный рыцарь. Завалите его как можно быстрее. Тратьте на него ульту, хэви, дробовик, симулянт, гранаты, да что угодно. Ваша задача – не пустить этого парня на кнопку. Иначе он подбежит, захватит ее и тогда ваша команда умрет. На первом круге будет один рыцарь, на втором уже два, на третьем – три. Я бы советовал распределяться на этой части по трем сторонам и встречать рыцарей по системе, каждый встречает своего. Итак, рыцари убили, три релика раскидали в правильные платформы. Снова встаете на платформы и повторяете момент с названием символов и определением пенумбры и анумбры на сторонах. Всего нужно будет так три круга пробежать и все, награда станет вашей, а открывшаяся дверь пригласит вас на главную битву дополнения отвергнутые – сражение с Ахамкарой Ривен Тысячеголосой. Будет потно, так что, чтобы не пропустить разбор этого этапа, подпишись на канал, поставь лайк этому видео и тогда услышимся в следующем ролике. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok